Всем большой привет! Только закончила снимать отчет по моему процессу от чариной мытья чай с клубникой. Я упаковала уже вот так в папку весь процесс. Он будет теперь в таком виде лежать и ждать своего времени, когда я снова захочу поработать с ним. И достала уже новый процесс. Вот так у меня происходит смена рабочих процессов. И пришел новый процесс, который я сейчас буду организовывать, налаживать, настраивать. Узнали, какой процесс? Ну да, конечно же, Birch Point Dimensions. Вот как я немножко повышивала в проекте апрель месяц старта, вот так вот у меня и он отложился. И теперь самое-самое его время начать и вышивать этот процесс долгожданный. Поэтому скоро я вам покажу мою подготовку. Итак, началась подготовка к моему процессу Birch Point. Этот сюжет я увидела на канале у Светланы Горелкиной, когда она его вышивала год назад. И знаете, это была любовь с первого взгляда. Увидела, загорелась, все, хочу, не могу. Стала искать схему и схему не могла найти в интернете. И как бы так сделала себе заметочку, выложила на своей страничке ВКонтакте обложку, что я ищу набор или схему и просто оставила как бы этот момент. Потом я участвовала в осеннем марафоне в отшиве у Наташи Шаменко в ее группе ВКонтакте. Там у нас была очень замечательная группа. С девочками хорошо познакомились, стружились. Вот, и как-то зашла речь о дизайнах, которые мы хотим вышивать, вот о любимых и долгожданных. И я высказала ей о некоторых своих дизайнах, которые я не могу найти. В частности, это был один дизайн у Теи Гувернер и вот Birch Point. В беседе Оля, Калинка-малинка о вышивке, у нее есть свой канал на YouTube, она как-то раз и нашла мне эту схему. И это был такой большой сюрприз, такой большой подарок неожиданный, что просто вау, я искала, искала, найти не могла. А Оля раз и как волшебница, и быстренько она шла в интернете. Вначале были проблемы с качеством схемы, но потом мне Олечка тоже помогла, все как бы сделала. Я на тот момент очень сильно горелась взяться за этот процесс, но так сложилось, что знаете, вот один процесс, другой процесс, на что-то отвлекаешься и все. И даже тот процесс, который сильно-сильно хотела я вышивать, он как-то откладывается. Потом в совместном проекте «Апрель месяц стартов» я решила, что ну все, я хотя бы стартану, я найду время, когда я буду вышивать. Вот стартанула, вот вышила кусочек и все. Ну, теперь как бы настроение, погода, все располагает к началу этого сюжета. Ниточки, расскажу немножко по моим ниточкам в такой замечательной коробочке. Значит, я провела ревизию своих небольших запасов ниточек Dimensions. Те ниточки Dimensions, цвета, которые у меня были в остатках. У меня их совсем немного, но кое-что нашлось. Я вот так их организовала на планшетке. Вот. Даже оригинальные белые из Dimensions. Ну, какие-то цвета у меня вот есть, каких-то совсем мало. вот, и также я выбрала цвета DMS, сделала подбор тех цветов, которых совсем мало. Я буду разбавлять с DMS. И какие-то будут просто DMS, то есть чистые цвета. Вот такой у меня запас ниток. Но здесь еще не все нитки. Я помню, что мне чего-то не хватало. У меня есть список, и здесь отмечены цвета, которых мне не хватает. Я сейчас еще раз все проверю, перепроверю. И еду в центр Афин, поэтому докуплю себе ниточки. Ну, в принципе, вот так у меня все стандартно тоже организовалось. Иду вышивать. И, конечно же, покажу вам, расскажу, что у меня и как получается. Поэтому увидимся с вами в следующем фрагменте. Ну вот, прошло несколько дней. Точно не помню, но примерно неделька прошла, и моя картина, мой процесс значительно подрос. Я считаю, у меня очень хорошие результаты за эту неделю. И мы чуть-чуть попозже поговорим с вами о всех деталях и подводных камнях этого процесса, и вы поймете, почему я говорю, что это очень хорошие результаты. Ну, раз мы уже начали, давайте обсудим. Сам дизайн, сама схема очень хорошо, конечно же, проработаны, Dimensions, и вышивается легко. Есть участки, которые очень легкие. Есть участки, где идет много блендов и часто меняется ниток. Меняется нитка, ну, в частности. Вот здесь идет вышивка тремя цветами. Меняются они с ложением в две ниточки, в три, в одну ниточку. Создается вот такой объем. Здесь у меня использовались нитки ДМС. Я, к сожалению, не нашла у себя ниточек Dimensions этих оттенков. Немножко получается темней. Я смотрела на видео у Светланы Горелкиной. Света, тебе привет! Больше, к сожалению, ни у кого отшивок я не нашла, даже фотографий. Есть еще одна девочка, которая вышла эту работу, но она вышивала тоже ДМС и СХС. Поэтому я за образец не могу воспринимать ее работу. И ориентируюсь на отшив светы. Вот, я вижу, что немножко темнее получилось, но, на мой взгляд, это не критично, так как это земля, она может быть темнее, светлее, разные оттенки. Мне кажется, все получилось гармонично, и данное сочетание цветов имеет место быть очень даже, как бы, неплохо. Повозка вышивалась 100% нитками Dimensions. Вот так приближу и буду вам показывать. Вы посмотрите все эти прекрасные детали этой повозки, наполненной какими-то картинами и вещами. И всю прелесть завершает вот эта собачка, которая сидит и ждет своего хозяина. Замечательный колокольчик. Да, вот эту повозку я вышивала нитками Dimensions. Трудно было собирать эти ниточки по кусочкам, потому что у меня мало отшито наборов Dimensions. И остатков у меня очень мало. Но, тем не менее, вот видите, какие-то кусочки, хвостики по ниточке я все-таки собрала и вышила вот эту повозку. Может быть, где-то здесь пару кресиков и было ДМС, но это уже, как бы, не так критично. Лошадку я вначале начала вышивать ниточками ДМС. Вышила и мне не понравилась эта зебра, которая у меня получалась. Нет, не критично было, это я преувеличиваю. Но мне хотелось вот этого шоколадного такого оттенка, как у лошадок. Я искала долго оттенок, кстати, вот именно на лошадке, вот цвет, который переходной здесь в серединке, он в ниточках ДМС не переводится, то есть нет такого оттенка. И я везде искала, искала, ну что же мне делать, по всем наборам уже стала лазить. И нашла я в одном наборе, к счастью, он был уже открыт и начат. Это тоже Дименшенс, конечно, кто за кем наблюдает. Я оттуда выдернула пасночку, эта ниточка у меня в середине была. И благополучно лошадка вышилась тоже ниточками Дименшенс. И я там очень рада, потому что вот именно лошадка для меня является украшением этой работы. Она такая красивая куколка, ну я не знаю, я обалдею от этой лошадки. И самое большее удовольствие эстетическое мне доставляют вот эти французские узелки, которыми отделаны у лошадки, так и на седло он называется, да, вот с тремя, там все эти элементы. И очень красиво смотрятся, ну действительно, как украшения. Птички, вот они вот так, с нескольких крестиков здесь появились. И отшивалась, в принципе, отшивается легко, но из-за того, что мне приходится, знаете, вот я каждый цвет перепроверяю. Я сделала себе перевод в ДМС. Сейчас, минуточку, покажу вам. Вот он листик, да, цветов Дименшенс. И я сделала перевод в ДМС. И когда я беру новый цвет, я обязательно ищу образец и сверяю. Или это открытый набор, или это закрытый набор, или это остатки. То есть я обязательно должна найти эту нитку и должна ее сверить. Если я уж нитку не нашла, ну тогда уже будем пользоваться автоматическим переводом. Давайте поговорим о дизайне. Немножко вы посмотрите, насладитесь. Ну и я тоже вместе с вами. Дальше у меня вышивалась здесь травка. Травка, камушки вышиваются. Но у меня ниточками ДМС, зелененьких таких цветов я не нашла у себя в остатках. И в частности, хотела вам немножко показать по цвету, который у меня вызвал новой сложности. Это цвет 16269. И цвет 16270. Вот 16270. Вот этот цвет. Цвет 16269. Это старый цвет у фирмы Dimensions, который снят с производства. И теперь этот цвет, он объединен вместе с 16270. То есть получается, здесь по схеме указано еще два вот этих старых, два оттенка. В этом наборе, в других наборах двух оттенков не используется. Используется 16270, и внизу написано 16269. Сейчас я вам покажу планшетку. Ну вот, смотрите. 16270, 16269. То есть раньше это было два цвета, теперь их объединили в один цвет. И поэтому подобрать вот 100% просто невозможно. Потому что нет этих, как бы, ни цветов, ни оттенков, даже ни образцов. Нет, какие-то были ниточки. По автоматическому переводу переводят, конечно же, более-менее правильно. Но я подбирала также и цвета, и в ПНК. В общем-то, остановилась я на предложенных мне двух цветах. 934 и 935, и 936. Тоже в зависимости я, как бы, выбираю. Ну, в принципе, я, насколько вот так смотрела и пробовала различные оттенки. В принципе, мне кажется, получилось более-менее нормально. Да, конечно, есть оттенки, есть разница с оригиналом, потому что там более такая жухлая, получается, как бы, трава осенняя. У меня она еще немножко такая свеженькая, не совсем она пожелтела. Но тоже имеет место быть. У меня, получается, немножко такая ранняя осень, где трава еще не выгорела. Мне кажется, получилось очень даже хорошо. Вот этот вот кусочек тоже оказался очень-очень сложным для меня. Ну, как бы, тут травку, ладно, я тут вышила, все в порядке. А вот здесь такое серое пятно, я не знаю, что там будет сзади, какой-то будет бэкстич. Здесь очень много серых оттенков, которые очень плохо подбираются, как вы знаете. Очень много блендов, очень часто идет смена нитки. В общем, я здесь вчера мучилась. Новый цвет, я бегу поднимать наборы своей коробки, сверять, искать. Ага, нашла, подходит, не подходит. Что-то мне не подошло, мне пришлось открыть новый набор, выдернуть оттуда хотя бы пасмочку. В общем, чтобы вышить этот кусочек, у меня ушел целый вечер. Ну, не этот только кусочек, вот этот весь кусочек, да. У меня ушел целый вечер. Поэтому я говорю, что у меня, в общем-то, хорошие результаты. Если бы я вышивала по набору и не задумывалась о цвете, подходит, не подходит, у меня бы не уходило время на сверку ниток, то у меня бы вышивалось намного быстрее. И вообще этот процесс очень-очень легкий. Вот на удивление, да, обычно у Dimensions, у Gold наборов, Gold серии, там много разных заморочек. И эти процессы идут, ну, так, не очень легко, то здесь все летит просто на ура. Из всего-всего отшитого этого большого куска, вот единственный, вот этот маленький квадратик, там какой-то на заднем фоне что-то, у меня заняло много времени. Ну, опять же, из-за того, что я подбирала и сверяла цвета. Ну, были там смены цветов, очень много блендов по чуть-чуть, было много всего. Ну, такой нудный участок. А все остальное, все остальное вышивается просто на ура. Я такая счастливая, что я наконец-то взялась за этот процесс, и мне кажется, у меня все получается. Здесь вот есть такой просвет, здесь будет уже художник. Буду продвигаться вверх. Я сейчас специально открутила пяльцы, у нас раму, извините, чтобы показать вам полностью весь результат. А после видео я, конечно, перекручу вниз и буду вышивать вот этот участок. Тут будет стоять художник, домик дальше пойдет. Вот, так как рама у меня здесь стоит маленькая, и, ну, пока не хочу я ставить большие рамы, я лентяйка, честно вам скажу. Я половину, ну, не половину кусок конвей, который не помещается, я вот просто завернула и буду вышивать эти вверх, дошью полностью. А потом перейду в правую, в правую часть и буду вышивать другую половину. Кстати, половина работы у меня вот примерно вот здесь и есть. То есть вот по этому уровню у меня идет половина. Ну, вышила я, скажем, одну пятую работы. Ну, что еще сказать по бэкстичу. В принципе, здесь нормальный легкий бэкстич. В карете, очень-очень в карете, опять я называю кареты, повозки. В повозке много бэкстича деталей, но самая кропотливая работа была, это, конечно же, с колесами. Я выполняла их по типу выкладной нити, но не используя две иголки, использовала только одну иголочку. То есть я сначала протягивала длинную нить, два прокола делала, а потом уже шла той же иголкой и потихоньку делала закрепки. Получилось очень хорошо, ровные, красивые спицы, нет никаких переломов. То же самое и вот на этих двух таких перекладинках. Так, что еще могу сказать по этому процессу? Даже по этому процессу я выкладываю фотографии практически каждый день. Ну, сейчас у нас началась работа и не всегда я успеваю, но стараюсь каждый день выложить фотографию отшитого за день фрагмента и подписываю, какой день это у меня идет работа. Третий, четвертый, пятый и так далее. Поэтому, если вам интересно наблюдать за процессом, как идет дело, ходите по ссылке на мою страничку ВКонтакте, добавляйтесь в друзья и будете наблюдать за отшивом. Будем дружить. Покажу вам, сколько у меня ниток идет в работе. Вот, посмотрите. Это ниточки Dimensions, которые мне удалось у себя собрать. И вот столько, вот столько ниточек ДМС и еще ПНК, которые мне помогают в подборе. Да, если, конечно, была бы возможность, я бы купила оригинальный набор. И знаете, я сейчас его вижу, он продается в разных группах ВКонтактах. И я бы его даже купила по той цене, которая есть. Но я не видела, что он там продается. По-моему, он стал продаваться в последнее время после отшива Светы Горелкиной. Он стал продаваться. Раньше этого набора я никогда не видела. И, может быть, раньше даже я его и не купила. Подумала, ну, много, дорого стоит. 5 тысяч рублей он там примерно стоит сейчас этот набор. Дорого стоит. Можно вышить подбором. Да, можно вышить подбором. И очень красивый, получится хороший результат. И если не имеете оригинал перед глазами, разницу так и не найдешь. Но знаете, столько уходит нерв и времени на этот подбор, на всю проработку, что хочется просто заплатить деньги, купить даже дорого этот набор и вышивать просто в свое удовольствие. И я хочу себе пожелать и вам тоже вышивать только по оригинальному набору. Чтобы вообще даже не думать, не переживать о результате, а просто наслаждаться вышивкой и знать, что результат будет прекрасный, будет великолепный. Да, я понимаю теперь людей, которые покупают раритеты, дорогие наборы. Знаете, я, наверное, войду в их число. И те наборы, которые мне нравятся, сюжеты, даже если дорого, я буду покупать и не морочить себе голову. Вот. Ну, что еще сказать. Конва здесь у меня от Zweigart 18. По дизайну идет кофейная такая конва. У меня не оказалось, я ее красила сама отчая. Немножко светло получилось, можно было бы сделать и потемнее. Ну, если мне не понравится, я потом ее докрашу. Не все, чтобы нитки не покрасились, а вот, может быть, кисточкой или вот так еще докрашу чаем, чтобы она потемнела. Не знаю, скажите мне ваше мнение, сделать, не сделать. Хотя тоже красиво смотрится. Просто вот не хватает чуть-чуть одного тона, мне кажется, чтобы она была. Более такой темный цвет конвы. Такая, знаете, осень. В оригинале осень такая холодная, уже, знаете, глубокая к зиме. А у меня еще такая тепленькая осень. Конец сентября, скажем, когда еще и травка зелененькая, и вроде бы, как и солнышко тепленькое. Ну, так как-то получается. Покажу вам еще, какой у меня начался процесс работы с нитками. В связи с тем, что у меня сейчас идет подбор ниток Dimensions, я достала все те планшетки, которые у меня остались от отшивок наборов. Видите, у меня их мало. Но, тем не менее, что есть, то есть. И я занялась перемоткой ниточек. Есть у меня вот такая баночка. Вот. Почему баночка? Потому что все пластиковые контейнеры заняты под начатый процесс, и все закончились. А баночек таких у меня много. Ну, от печенья, точнее, печенюшков, да, от всякого разного. И я решила, буду пока организовывать сюда. Пока еще я не все перемотала, поэтому ниточки не организованы. Просто я пока складываю, как есть. Здесь у меня есть, где более-менее хорошие остатки. А есть вот просто, где осталось по одной, по две ниточки, я тоже их перематываю, потому что они мне нужны как образцы. Я решила так, что даже одну ниточку я выбрасывать не буду. Буду сохранять на бобиночку для образцов. Ну, вот, девочки, таким образом у меня идет параллельно и организация моих ниток. Доведу я их до ума, чтобы все было красивенько, аккуратненько. Заодно покажу вам мою игольницу. Это чудо. Мне было лень делать специальный органайзер для иголок, и я стала парковать в игольницу. И все то, что временно, является постоянным. Вот это куча ниток с иголками теперь здесь живет. И, знаете, мне теперь этот процесс нельзя откладывать. Но, честно вам сказать, я его и не хочу откладывать. В последнее время я вышиваю процессы примерно по неделю. В неделю вышиваю и откладываю. Вот с этим процессом у меня большая любовь, и откладывать его я не хочу. И, знаете, это просто сейчас даже нельзя. Я все забуду, какие у меня цвета, какие нитки, где что. Нет-нет-нет. Пока есть настроение, я буду его вышивать, буду двигаться. Вот. И показывать вам мои результаты. Кстати, девочки, мальчики, хочу вас поблагодарить. Всех, кто перешел по ссылке и поставил нам лайки на странице в Фейсбуке. Нам это очень-очень помогло. Большое вам спасибо. Если кто-то еще не перешел, пожалуйста, перейдите внизу по ссылочке в инфобоксе на нашу страничку в Фейсбуке. Это страничка на греческом. И понятно, что для вас она непонятна. Но вы просто поможете нам по работе. Для нас это с мужем очень-очень важно. А для вас это просто. Просто лайк. Помогите нам в нашем деле. Поможете многим людям, потому что дело у нас хорошее. Вот. А на этом у меня все. До новых встреч. И пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok